Я рассказываю себе о том, чего ещё не знаю и отрицаю то, в чём был уверен. И так всегда. Наверное, в жизни каждого художника бывают определённые этапы, когда надо какое-то принять решение для того, чтобы что-то менять. Это наступает, наверное, потому что художник становится цитируемым, узнаваемым. И как бы уже, к сожалению, продолжать дальше, значит, ты уже не можешь прыгнуть влево-вправо для того, чтобы остаться в зоне узнавания и в зоне принятия тебя. Ну, если сложилось, при условии всё как бы там сложилось, хорошо, да? У японцев, например, есть вот такая вот игра, которая заключается в следующем. Вот художник приходит в такую точку в своём понимании развития, вот. И он меняет имя, он меняет имя, и он меняет пластику работ, меняет себя полностью, он стал другим человеком. И вот потом он, значит, работает, 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 и опять переходит в такую же точку. То есть он становится узнаваемым, и ни с кем, что называется, не спутаешь. Вот как бы такое проявление, второе проявление его личности, да, вот как личности художника. И он меняет это имя третий раз. И вот хороший художник, это делает в жизни трижды. То есть большего, как правило, времени не хватает. Вот, я знаю одного такого японского художника, Садао Сакута. Мы его выставляли здесь, в Курске, на выставке. И у меня есть его работа, и сейчас она будет выставлена на выставке, юбилейной выставке в разделе «Моих друзей». Вот, потому что я буду делать выставку «Я и мои друзья», и там как раз будет вот этот вот кусочек вот коллекции, такой часть коллекции, которую я собираю тоже всю жизнь. Это мои друзья, с которыми я меняюсь работами, прочие разные, с кем я работал. Ну, которые мне как бы дороги, потому что мы с ними шли по жизни. К сожалению, кого-то уже нет. И вот там есть этот Садао Сакута, вот этот художник, который в жизни поменял имя трижды. Это, конечно, невероятное мастерство, невероятный дар вот такой. То есть, как бы он прожил за свою жизнь три жизни художника. В 89-м году вот как раз вот была такая ситуация. Ну, как бы вот не то, что я там менял свое имя, имя у меня осталось то же самое. С каким родился, с таким умру. Это было... В Калининграде проходила выставка моя персональная в Калининградской художественной галереи. Все было хорошо. И вот когда вот развесили работы, значит, там все это прошло открытие. И вот произошло невероятно. Я вдруг посмотрел на все сразу. Вот то как бы частями ты делаешь там. То в мастерской, то на выставке. Там одна там серия, там как-то там две-три работы, там пять. А тут вот я не помню, сколько сейчас там было работы. Ну, наверное, может где-то около 50-60, что-то вот так. И я понял, что все. Больше так делать я дальше не хочу. Потому что мне это вдруг стало неинтересно. Хотя к этому времени уже были созданы такие работы. Калининградская художественная, Алиса в «Стране чудес», Алиса в «Зазеркале», которая там находится в Национальной галерее Швеции. Я, да, я стал узнаваемым художником. То есть я стал в какой-то мере... Вернее, я, моя работа, естественно, стали как-то вот уже быть на глазу. И вдруг мне стало вот как-то не по себе, потому что я все. Я решил, если больше так ничего не делать. Надо что-то, надо что-то менять. И мне стало вдруг тесно. Мне вдруг стало в этом формате, вот определенном формате, который определен размером афортного листа, афортной формы. И все. И я в каком-то совершенно не таком, не в очень хорошем, будем говорить, настроении. Уехал с этой выставки, с открытия. Ну, так случилось, что это настроение перетекло через неделю у меня в дом творчества «Синешево». Вот я приехал, я вдруг почувствовал, что вот он белый лист, с которого надо начинать все сначала. То есть, все то, что наработано, естественно, я от него не отрекаюсь, не отказываюсь. Но стараться вот как бы вот не сильно это уже самому себе в своих работах, это тиражировать и цитировать. Уже надо вот что-то, что-то такое дело делать по-другому. И получается, что я начинаю менять размер листа, а мне не хватает. Я начинаю придумывать это печать из двух листов. Начинается модульный афорт, вот этот самый модульный афорт, который, наверное... Я не думаю, что я его придумал один-единственный в мире, но так случилось, что вот когда я его стал делать, и тот результат, который от этого обозначился, потом там еще была изменена система печати, а это значит, и система какой-то определенной пластики в работе, система отравления. То есть, все стало чуть-чуть иным. Безусловно, конечно, так складывается, что, наверное, очень трудно за 500 лет существования афорта придумать что-либо новое. То есть, примерно так. Но, тем не менее, наверное, вот тут мне, опять же, вот, наверное, судьба. Мне чуть-чуть повезло, что вот как вот подсказался какой-то вот этот ход, наверное, вот этой необходимостью. Вот будь у нас немножко в то время другая страна, просто можно взять, если не хватает размера листа, взять другой лист цинка, который будет больше, и прощай модульный афорт. А тут получилось, что вот нет этого вот такого размера листа цинка, нет, он не существует у нас в природе. Надо брать два. А раз два ты начинаешь уже между ними искать какое-то взаимодействие, а это уже, так сказать, открывает другие совершенно параметры композиции. То есть, ну, все стало другим, все. Вот просто заиграл на другой какой-то совершенно неизведанной еще тебе непонятной клавиатуре. То есть, вот это вот такое возникло. Ну, и, короче, вот так вышло, что вот это первые работы, вот опять судьба, да, вот я с собой недоволен, вот я от этого отказываюсь, и вот тебе белый лист, вот он сидишь, вот она, вот она, вот она тропка, вот тебе шанс. Опять судьба кидает мне этот шанс, который надо вот, наверное, использовать. Можно и не использовать, можно отсидеться, можно перегореть, можно, так сказать, остаться в том же режиме. Ну, наверное, вот было угодно кому-то, чтобы это было так. И появляется вот совершенно новая работа, новая в плане даже какого-то пластического решения, там, ну, и всего, там, всех составляющих, афортных. Это вот зеркальные двери. Все, с этого начинается вот какое-то совершенно другое мое понимание вот этого пространства, которое я рисую, оно совершенно стало другим, размер, все, это все, 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 все. Тут можно рассказывать очень долго, потому что и пытаться разложить, наверное, это не получится по той простой причине, что прежде всего, конечно, изменение произошло где-то вот там, на уровне какого-то подсознания, что вот эта необходимость возникшая во мне, так сказать, в моем, на проблемы, вопрос, как хочешь назови это, ну, так и было. Каждый период интересен по-своему. Будут ли это ранние работы, фигуративные, связанные с какой-то темой, связанные с тем постепенным выбором тех тем и мотивов, которые художника будут интересовать? Этот период интересен по-своему, этот период интересен сам по себе. Будет ли это, будут ли это конец 90-х годов, когда увлечения стали другими и стилистика стала другой? Этот период будет тоже интересен по-своему. Эти границы, которые были, они стали немножечко мне мешать, они стали узковаты. Они стали, да, потом, когда был, позже я был поражен, когда так получилось, я работал по приглашению, вел мастер-класс в университете Радгерса в Америке, и я увидел станки, которых вообще в глаза не видел, которые там 4 метра длиной. То есть вы можете представить себе, 4 метра длиной можно сделать афорт. То есть, оказывается, можно, а почему нет? Вот и все. Но они не пришли к модульному афорту. Вот такая Петрушка. То есть, как бы, где ответ? Понимаешь, я не пытаюсь его искать даже, потому что вот так сложилось, и так повезло или не повезло, Бог его знает, надо было искать. Очень много вещей в нашей жизни происходит вопреки. Понимаешь, как? Вот от того, что не хватает, от того, что нет, от того, что негде взять. Это все. И потом получается вот такое решение совершенно нестандартное, необычное, вдруг тебе на. И получается вот такое какое-то открытие, вот, как у Александра Сергеевича Пушкина, да, и гений парадокса друг. Вот тебе и на. Понимаешь, вот парадокс, казалось бы, ну, получится из этого решения. Ну, потом, как бы, да, вот это все уже стало сразу все другим, потому что изменились вот те задачи, которые были, задачи, задачи, вопросы стали другими, ответы стали другими, значит, работы стали другими. Все. Яблоневый сад. Ну, ведь эта серия в свое время, когда я только познакомилась с творчеством художника, мне чрезвычайно понравилась, потому что своей ассоциативностью, как-то, то есть было понятно, что это то, что я знаю, чувствую, то, что мне близко. Но ведь потом эта серия так интересно трансформировалась уже в более поздних работах. То, что было вот как раз в этот период сделано, оно, наверное, вот все вовремя. Лет через пять, да, оно было бы, наверное, менее актуально или не актуально вообще. Потому что потом уже вот на, я не помню, в каком году, а ну да, вот, наверное, на выставке в Варне, когда я получил там гран-при, и там была моя персональная выставка через два года после того, как я получил, и работал я в жюри, и все, я уже видел эти работы, понимаешь, вот этого хода, хода этого модульного афорта, он был уже, понимаешь, это был какой год, 2005-й, а я это сделал в 89-м, понимаешь, какая разница. То есть, наверное, я опять же говорю, что я не думаю, что я это сделал первым, может быть, кто-то это делал, но, может быть, кто-то не дожал, вот как-то где-то. Понимаешь, когда вот, что такое чувство зависти? Вот я смотрю на какую-нибудь работу в день, бывает такой случай на выставке, мне вот очень нравится, вот я вот примерно думаю вот в эту же сторону. Вот, а он дожал, а я нет. И у меня вот чувство зависти и обида на себя, понимаешь, не более того. Как бы здесь нет этой вот такой гонки, кто будет первым, там, Маркони или Попов, понимаешь, как бы этого нет, кому принадлежит радио. Но в то же время, ведь в искусстве все-таки существует вот этот момент первичности, понимаешь, он очень важен, он очень важен, чтобы вот как бы каждый, если даже не говорят, не верь, никогда, потому что каждый художник там или певец там хочет вот в жизни своей, понимаешь, кукарекнуть вот так, чтобы вот услышали вот эту его нотку, понимаешь, им взятую, не в хоре спетую, а вот им, понимаешь, как там, вот. Поэтому это все очень, очень сложно. Наверное, вот я считаю, опять же, вот судьба. Наверное, мне вот здесь, наверное, просто повезло. Понимаешь, везет-то не на пустом месте, понимаешь, не то, что... Это везет, понимаешь, там Емеля на печке, вот ему везет. Он пошел там один раз в жизни, поймал рыбу, и ему всю жизнь везет. Вот, ну, есть такие случаи и сегодня, понимаешь, и потом царем стал. Ну, что, не бывает, бывает, оказывается. Но это наш менталитет, понимаешь. Нельзя сказать, что как бы было все это не заработано. В общем, наверное, это было заработано. Наверное, как-то это все мне покоя не давало, оно существовало, оно было. И как раз вот 91-й год, вот это вот первый раз я получил гран-при в Японии. Это все уже... К этому времени, конечно, уже было очень много международных выставок. Уже я выставлялся, уже как бы, уже меня там, в общем-то, знали. А так получилось, что когда вот эта международная выставка, вот это гран-при, и получается так, что после этого гран-при уже я вошел по тем временам, в 91-м году, в компьютерную мировую энциклопедию художников. И тут же меня сразу пригласили работать в Королевский колледж искусств в Лондоне. То есть решили поизучать мое мастерство, понимаешь. Это там очень интересный подход к делу. То есть мы ничего как бы не сильно спешим, но мы все можем купить, называется, понимаешь. Те же американцы все. Поэтому я раз туда и начинаю с тебя типа выкачивать вот то, что ты умеешь. Ну а мы же как, мы же контроля-то нету, понимаешь. Поэтому, естественно, все это рассказываешь в надежде на то, что еще что-нибудь придумаешь, и все равно тебя не догонят. Ну так оно и бывает, потому что все то, что дадено вот так вот в руки, оно как бы, ну как тебе сказать, не растет, понимаешь. Это вот как раз это университет Радгер, Стэмпл, университет Филадельфии, потом вот Королевский колледж, потом там было приглашение от Румынской академии художеств. Ну как бы мне было, с одной стороны, очень приятно, понимаешь, что как бы меня изучают, я становлюсь таким художником, которому есть интерес там все. Ну это ничего страшного, потому что в любом случае, ну как, в любом случае я же тоже что-то получаю, я же общаюсь с другой публикой, с другим каким-то культурным, если хочешь сказать, пластом. Да, вот тоже, да, другой менталитет, все вместе, понимаешь. То есть чем, ничего не лишнее, когда ты в любом случае учишься сам, и это процесс настолько бесконечный, что просто нельзя сказать, что вот я там сегодня знаю все. Это абсолютно не так, это может быть, что-то знаешь, что-то уже и забыл, потом вот так оно и, так оно может быть, и не нужно было тратить время на то, чтобы это изучать. Но с другой стороны, как бы это был очень интересный период, где действительно был такой марафон фантастический, вот начиная, считай, где-то с 84-го года, как я первый раз попал на выставку в Стокгольме, в Швеции. Потом был набор очень большого количества выставок, то есть участие, 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 участие. Здесь, в общем-то, нарабатывалось его имя за счет этих выставок. Но это, я не скажу, что это была очереда всего, но это было тяжело. Это постоянная, новая, новая работа, постоянная работа. Была выставка современного советского тогда еще искусства. Вот, на выставку поехали люди там, художники нет, не поехали. Поехали из секретариата Союза художников, из Министерства культуры. Все как положено, там огромная делегация, все, вот и все. А художники никто не поехал, они не захотели просто. Дела были. То есть было много интересного, много таких составляющих. Хотя, вот, я уже как бы говорил о том, что, опять же, судьба, видишь, мне приятно сейчас, может быть, наверное, вспоминать тот момент, что я на протяжении своего творческой деятельности, вот такой, в общем-то, уже не короткой, как бы всегда делал то, что хотел. Вот, вот, это очень важно, потому что есть такие вещи, когда, ну, придашь раз, или там что-то сделаешь через себя какой-то, вот там, так видишь и привыкнешь. Тем более, не дай бог, если это все принесет какой-то результат, там, финансовый или что-то, и все, и получается, что и второй раз так, и третий. Вот, в Союз художников я вступил иллюстрациями «Колисия в стране чудес», казалось бы. Эти работы, как бы, они вошли туда, в так называемую энциклопедию изобразительного искусства народа СССР. Ну, это лучше не придумаешь. Вот, потом, конечно, эти работы там уже, уже там в 90-е годы, мне приятно, что они попали там в Королевский музей Виктория Анталберт в Лондоне. Ну, это понятно, с одной стороны, мне понятно, что, да, иностранный художник делает, как бы, тему Льюиса Кэрролла, их Алисы. Они страшно гордятся, вот, и поэтому, наверное, там, вот, как-то, может, они там имеют огромное количество версий этого произведения в рисунках, там, в каких-то изобразительных носителях. Да, поэтому, ну, в любом случае, как бы, да, приятно, что, наверное, это тоже интересно было. Ну, по крайней мере, хочется верить, убеждать себя в этом. Вот, и поэтому, дальше, больше, вот, конечно, вот это вот колоссальный вот этот вот был марафон, ну, длиной, вот, считаю, что лет в 30, в общем, по сей день. Ну, как бы, здесь ты права абсолютно, понимаешь, что, ну, есть такие некие формы защиты, понимаешь, это хитрости. Я сделал работу еще по молодости, совсем-совсем по молодости, я сделал какие-то работы, ну, и, значит, надо показывать на выставком, чтобы попасть на выставку, значит, все это. А я еще молодой художник, не член Союза, и они явно, конечно, не вписывались к выставке, посвященной там какой-то годовщине Великого Октября. То есть, ну, никак, понимаешь, и что делать? Я, значит, начал быстро придумывать, думаю, надо какое-то придумывать и для себя, и для всех игрок. И вот я выставляю работы на достаточно формального хода, на них все смотрят, такая пауза, и говорят, что это? Ну, если я скажу, что это, то все, мне конец. А я говорю, а это импровизации на стихи Аполлинера и Уильяма Батлера-Ейца. Уильям Батлер-Ейца – это ирландский драматург, лауреат Нобелевской премии. Я действительно его читал в переводах своей жены, значит, все это. И такая пауза. А, ну, да, да, конечно, понимаешь. То есть, ну, ну, кто признается тебе из члена выставкома, что они не знают Аполлинера и Уильяма Батлера-Ейца, понимаешь. Вот и все. И таким образом работы оказались на выставке, все как положено, понимаешь. Потом мне сказали, ну, ты и хитрюха, конечно. А что ж я под удар-то буду ставить? Мне-то работа нравится, да, я-то хочу, чтобы выходит. Русофильский такой вариант, понимаешь. Вот все русское, вот это мужики косит, вот бабы там с этими сграблями, там, и еще что-то. Вот это будет клево. А все остальное, как бы там, ну, это вот, ну, ты вот что-то. Я за Алису, мне сказали, ты мать свою не любишь, понимаешь. Сразу хлоп тебе на. А почему? Что тебе, русских сказок нет? Да дело же не в сказке. Дело в том, что мне нравится вещь сама, она фантастическая такая, со своими метаморфозами и прочее. Было очень, вот, часто неприятно, понимаешь, вот, человек, вот, ни за что бьют, и вот, он хороший художник, и выставляемый, и все. Вот он почему-то не попадает в концепцию, вот обратите внимание, в концепцию тех людей, которые приехали на это смотреть. Вот сейчас вот комиссия приезжает, вот там вот один, другой, третий, вот они такие. Понимаешь, а на самом-то деле, не, это, это, понимаешь, это очень такая вещь неприятная. Вот я, как бы, всегда вот стараюсь этого избежать всегда, в смысле, избежать в каком плане. Я очень не люблю говорить о чужих работах, и не люблю, когда говорят о моих. То есть, ну, каждый из нас имеет право быть таким, какого он есть. Это абсолютно, потому что, единственный, так сказать, здесь критерий какой-то вот такой он существует, да, это должно быть профессионально. А что касается там, так человек думает или иначе, это его, так сказать, вот это, я очень не люблю вот эту фразу, понимаешь, вот я вообще вот просто запретил бы напрочь, но всегда, когда говорят, вот иногда художники, знаешь, вот открывают свою выставку и говорят, ну, а теперь вот я выставляю на суд зрителя. Да нет никакого суда зрителя, не надо на него одевать вот этот парик судьи, понимаешь. Я выставляю свои работы, а вы смотрите, понимаете. Художник, это мое, так сказать, совершенно твердое мнение и позиция, художник должен быть диктатором, по большому счету, понимаете. Потому что, как правило, зритель, ну, как говорил Маяковский, как должен жить поэт, да, чтобы штаны трещали в шагу, чтобы ты шел быстрее зрителя, понимаешь. То есть, давайте народ поднимем в его образовании до уровня художника, а не делать из художника, так сказать, какую-то единицу, обслуживающую народ. Не надо меня судить. Если с тобой говорить человек на другом языке, понимаешь, это чьи проблемы? Того, который знает этот язык, или того, который не знает? Не знаешь, выучи, но отрицать ни в коей мере. Поэтому лучше не пытаться давать какие-то, придумывать какие-то определения и оценки, как это было всегда в истории искусств. Название эпохи, название какому-то явлению придумывалось и приходило много позже, чем это явление рождалось, цивило и умирало. Мы с трудом можем определить, а чем он вообще занимается. Это уже не афорт, это не живопись, это не скульптура, это графика, ну почему это так пластично, это живопись, ну почему здесь так много бумаги. То есть масса вопросов, которые говорят о том, что этот художник очень по-своему относится ко всему, что он делает. В графике всегда немножечко сложно. Это не тот вид искусства, который вот так открыт, явлен и прост в восприятии, как, например, живопись или даже скульптура, которая столь же объемна, пластична, также реально существует в пространстве, как и мы. Графика – это то, что требует вдумчивого взгляда. Как прежде графические произведения, старинные, скажем так, зритель рассматривал, беря их в руки, поднося их близко к глазам, потому что гравюра и миниатюрные графические произведения были рассчитаны вот на такой очень интимный контакт. То есть здесь нужно гораздо большее время. С работами Кизилова то же самое. Они, конечно, не миниатюрные по своим размерам, по своему формату, хотя этот художник достаточно часто выставляется на выставках графической миниатюры. Но для того, чтобы как-то проникнуться их стилистикой, их красотой или той темой, которая в них обозначена, нужно посмотреть на них несколько дольше. Нужно всмотреться, нужно вчувствоваться. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ